Что мешает развитию? Специальный представитель президента, доктор искусствоведения, экс-министр культуры Михаил Ефимович Швыдкой поднимает проблему распространения заблуждений. Я думаю, что вы знаете, в России приблизительно треть людей считает, что солнце вертится вокруг Земли. Столько же в Америке, не хочу вас огорчать, и чуть меньше в Европе, но там 32%, скажем. Они хорошие люди, все эти люди, которые так думают, они хорошие налогоплательщики, они переходят дорогу на зелёный свет, только им нельзя доверять очень многие вещи, ну, проектировать космические аппараты или даже простые корабли. Большая часть населения разных стран подвержена различным заблуждениям. Мы живём действительно в обществе, которое, к сожалению, плохо информировано, плохо образовано, и самое главное, что, как бы вам сказать, вот ситуация с вакцинацией, я прошу прощения, что мы целые два часа сидим не говорили о пандемии, это вообще страшное дело, где же ещё вы найдёте таких людей. Но ситуация с вакцинацией показывает, что количество предрассудков превосходит количество знаний. И это, я думаю, относится не только к нашей стране, поверьте, это вообще относится к современному миру, так или иначе. И количество социальных обманов становится больше, чем знаний. Поэтому этот портал в высшей степени необходим. И то, что сегодня, я по своей части могу сказать, целый ряд стран делает науку инструментом дипломатии, если вы там возьмёте недавний, в этом году высший номер международного обозрения, там есть статья послать немецкого фон Гайера, который этому посвящает довольно серьёзные такие размышления. Но я читал до этого, в общем, читал я документ тоже немецкого МИДа, который тоже публичный, это публичный документ, я подумал, пресса, ну, бог с ним, который, в общем, показывает, что, скажем, наши немецкие партнёры, они делают сегодня знания инструментом дипломатии. Для постановки навыка рекомендуем ответить на вопросы видеозадачи. Как чужие заблуждения касаются лично вас? Можно ли игнорировать эту проблему без последствий для себя? Что вы можете противопоставить окружающим вас заблуждениям? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в теме. Все ссылки будут в описании к этому видео. Благодарим за присланный фрагмент Трушинского Анатолия Игоревича и ждём ваших видео на разбор. Подписывайтесь на видеоканалы Рема и weekend.ru